Стас, добро пожаловать в команду. Скажи, когда-либо доводилось бывать в городе Краснодаре? Нет, до этого я там не был. А слышал что-нибудь об этом городе уже? Ну, то, что он красивый город и там в нем приятно жить. Почти три года ты провел в Португалии. С какими чувствами возвращаешься в Россию? Я много думал об этом переходе перед тем, как решиться, потому что до предложения Краснодара я не задумывался о возвращении в Россию. Я считаю его сейчас одним из лучших клубов в российской премьер-лиге. По организации, по как он строит игру, мне это импонирует и я решился на этот переход. То есть, можно сказать, что в Португалии ты чувствовал себя вполне комфортно? Да, последний уже год, можно сказать, я полностью адаптировался и чувствовал себя полностью комфортно. Можно сказать, был счастлив. Конечно же, не задумывался играть там всю карьеру. Это нормально для Португалии расти дальше. И, в принципе, как и здесь, у меня самые высокие цели и всегда расти дальше и двигаться дальше. Чемпионат Португалии не так известен в России, как топ-чемпионат. И не всегда матчи этого чемпионата можно посмотреть по телевизору. Вот сравни ты, человек, который там поиграл, чемпионат Португалии и чемпионат России. Какой сильнее, может быть, где-то какие-то качества можно выделить? Мне сложно говорить, потому что я не играл в премьер-лиге. Так что это все поймать, чем по телевизору, только могу сказать. Но когда сам прочувствую, поиграю, я дам ответ. В Краснодаре достаточно серьезная вратарская линия. И конкурировать за место в составе тебе придется, ну, главным образом, с Андреем Диканем. Человеком очень авторитетным в вратарском мире, опытным. Не страшит тебя эта конкуренция? Нет, я вырос на конкуренции. Всегда конкурировал. И конкуренция – двигатель прогресса. Так что для меня нет никаких проблем в этом. Кого-то из ребят в команде знал раньше? Знал Федора Смолова и Сергея Петрова по молодежной сборной. Остальных только сейчас со всеми познакомился.